Христос воскресе! Воистину воскресе! Я тут Надежда Васильевна зашел и решил с вами пообщаться, Игнатьевич, и задать некоторые вопросы, которые у меня накопились. Вы готовы, да? Ну а ты не против, что это будет в интернет выставляться? Нет, не против. Говори. У меня первый вопрос такой, как вкратце заучить и запомнить содержание Библии? Ну для этого нужно память иметь. Память развивается с детства. Вот иногда люди спрашивают, а что больше всего портит память? Блуд, прелюбодеяние. То есть любодеяние одним словом называется. Если где-то спотыкался человек, у него было, то он уже никогда, никогда не будет тем, кем мог быть, по всей полноте, в разум. Я говорю только про разум. Святость он может получить, как та, которая омывала слезами ноги Христа. Но о памяти ничего не говорится. Правда, придумали что-то про Марию Магдалину, блудница. Ничего этого не было. Она была одержима просто. Вот. Ну а дальше надо тренировкой, все время тренироваться, любить. Вот что любишь? Вот дети запоминают. Иногда такое запоминают, рассказывают, приезжают в лагерь. А правильно перекреститься не могут. Вот. Ему покажу, через ночь стоит, руками машет, не знает куда. Ну всего-то. Два движения сделать, они не могут сделать. Дело даже в отшибных мозгах, говорит, это. И то бы что-то осталось. Я собаку быстрее могу научить, чем такого человека. Любить. Вот любишь человек, что-то уползло у тебя так маленькое, чтобы вверху у тебя пространство. Ты сам себя видишь, нет? Да. Ну вот так постараюсь, чтобы вверху у тебя не было пространства. Чуть повыше, почти рядом. Вот. И заниматься этим все время. Я что могу сказать, как? Вот я любил стихи. Я со своей практики переношу на людей. Я говорю, ты стихи любишь? Терпеть не могу. Я говорю, а как ты тогда в школе изучал? Ну, то есть решила, а бы как и тройка. А мне почему-то это нравилось. Как-то легко читается. И вот сказки Пушкина о рыбаке и рыбке. Вначале это маленькие такие. А потом где-то что-то стал сам писать. А потом уже вот этот у меня 26-й том. 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Это 20 тысяч файлов. Их провернуть надо. Я как-то рассказывал стихи. Ну, люди слушали. В поезде едешь. Я не знаю, но около 4-6 часов примерно. Стихов столько знал. Поэм. И они шли. Я знал такого дяди Гошу Лютых. Из города Каннска. Красноярского края. На Иланке он там жил. Он в 6 лет ослеп. Полностью. 100%. Но память его не имела границ, кажется. Он ко мне приезжал несколько раз. Я у него был. И он все абсолютно, что бы ты ни коснулся, он знает. Слепой? Я поинтересовался. А как вы вот такое знаете? О божественном. Он говорит. Когда-то были диспуты. Там, где он раньше жил, я не помню. В городе. Не было ни одной беседы. Приезжали лекторы атеистического общества знания. Я, говорит, что бы там не был. Я обязательно там был. Музыка. Это музыка. Брайля. Это само собой. Он все знал. Я однажды решил его проверить. Называю поэму там Натсона. Он ее на память считает. Называю вторую тоже. Мне нетрудно найти по поисковику. Кроме того, я книгами занимался. Но слепой. Но еще наследственно от родителей. Если родители были по жизни своей грешники, не знали, то и память там сильно не приходится искать. Хотя Бог может делать чудо. Вот любишь слово Божие. Я всегда написал на картонке. Едешь на велосипеде, глянул маленько и дальше. Ну а память, конечно, что-то значит. У меня отец был очень памятливый. Удивительная память была. Просто феноменальная. Видимо, это тоже имело значение. У меня тоже сказывается. Потому что я учился на тройке. Плюс блудная жизнь. Ну и я очень много заучиваю и много же и забываю. Приходится часто повторять очень. Ничего на этом надо закрепиться. Не надо роптать, претендовать. Маленько повыше поднигу. У тебя там простое место. О! Вот так вот не опускайся больше. Вот. И нужно память освободить от ненужного. Я когда говорю, ну вы сочиняете. Мне многие не верят, когда я говорю. Но то, что я знаю, это вы в этом убедились, что я знаю, о чем говорю. Ну да. Я много знал ненужного. Я об этом стал просить Бога. Освободи, Господи, у меня. Я встал, как будто никогда не знал. А как это может быть? Понятия не имею. Меня это не интересует. И у меня этого нету. Вот у меня сны. Я все время где-то учусь. По сегодняшний день. А мне 76-й год. Я все время где-то там с ректорами университетов разговариваю. В одном месте преподаю и думаю, чтобы в двух-трех университетах одновременно вести работу. И у меня сны непрерывно такие. Я во сне проповедую, проснусь и даже рукой еще показываю место текст писания. Это от человека зависит. Я одно время решил многое запомнить на память. На английском, на немецком. Слово Божие. Цитировать. Вначале не очень, а потом как на русском языке пошло и цитируешь. А когда в разговоре с немцами говоришь, чисто цитируешь, они думают, что я и все остальное так знаю. А там может быть связующие только слова. Никогда, нигде не говорить, чтобы не сделать. Бог на небе, а ты на земле. Лучше тебе не обещать, нежели обещая не сделать. Для этого в кармане должна быть записка. Я говорю, ты одно запомни, у тебя есть карман. Ну и всякие там сверни, бумажки такие там как и начинай. Мне сильно помогло в развитии памяти, что когда я изучал иностранные языки. Поэтому у меня клеточка, тетрадка перегнутая вдвое была. И в каждую клетку я писал слово, предложение. И чуть-чуть отвернется начальник в армии, я уже считаю. Считаю, запоминаю. То есть это от тебя зависит, твой интерес. А то человек проживет, начнешь говорить, он даже еще и обижается, что он не знает. А что вы хвалитесь этим? Так люди понимают. Я всегда отвечаю, так есть чем хвалиться-то. Я моим Господом хвалюсь. Память это великое достояние. Им надо правильно воспользоваться. Никого не обманывать. Не забывать, что ты молился, не молился. Вот у меня кошечка какая, пришла на колени ко мне. Беленькая. Вот она пришла. У меня сейчас тоже Надежда Васильевна черная подходила, но ушла уже. Ну она черная. Они ее испортили, там какие-то сделали ей. Чтоб котов она не искала. Я считаю, это не надо. Вот она, вот она. О, вот эта шкура волшебная. Глаза-то какие у нее. Вот так, относительно памяти. Это постоянство. Я отношу любовь к Библии, должна быть абсолютная. Ну и я по своей практике, любовь к поэзии. Стихи легко запоминаются и надолго. Я вот в армии был с солдатами, они ничем не занимались. А я из газет везде все выписывал. И то, что в армии было в 61-м году, представь себе, сколько это уже лет прошло, 50 с лишним лет. Я все стихи те цитировал, дорогой с людьми. Ты для людей интересен. Вокруг тебя будут собираться. А ведь, чтобы отличить стихи хорошие от плохих, вот Яхонтова я буду, да многие ли знать, Григоровича, Сологуба. А они мне как-то, я уж не говорю, Григория Нарикотси, такие поэмы чудные. На меня как-то вышла одна из Санкт-Петербурга. Ну, еще-то она начала приставать. Ну, вот вы знаете там Библию. А вы вот такое знаете, откуда это вот? Ну, и написала там два куплета. Я ей сразу мгновенно отвечаю. Это из Оды Гавриила Романовича Державина. Ода Бог. Она до того удивилась. Ну, решила меня еще испытать. Ну, и там два куплета дала. Я говорю, это из третьей части Григория Нарикотси, там, покаянная. Так она ахнула. Я своим Санкт-Петербургерам скажу. Да где вы есть? Я вас найду. Я в обморок упала, говорит. Ну, я захватил и процитировал сразу на полную катушку. Ну, это, конечно, любовь. Но зато я ничего никогда не разбирался в изобретательном. Вот химия мне не то, что не давалась, а я просто щурался ее. А для другой он может там эти... Я едва-едва ее тянул химией. Она все какая-то для меня казалось вредная. Там запахи какие-то. Ну, вот у меня следующий вопрос. Как вернуть к себе первую любовь к Богу, которая была после обращения именно к Богу? Ну, если она была. Была, да. Была. Тогда можно вернуть ее. Как? Я как вот понимаю так. Это памятование о смерти, страх Божий. Покаянные слезы. Для чего посты нам даются, исповедь. Не бояться об этом сказать Господу. Имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Такое говорится во всей Библии один раз. И людям говоришь, они этого не знают. Любовь, о которой все ты забываешь. Ну, она состарится там. Ну, было же время, когда ты бежал навстречу, там, святые нес. Вот, перенеси теперь это. Такая любовь твоя добудет, говорит, не как к жене. Говорит, а как к блуднице. Да сравнение-то какое. Да к блуднице. Я ее никогда не любил. Но это более страстная любовь, чем к жене. И поэтому Писание вот такими словами пользуется. Ну, а разве можно так? Ну, тут не надо говорить, если я встречаю это у святых отцов. Вот так. Потому что та страсть теряет голову. Тут еще советуется с родителями, когда нормальное состояние у него, думай, жениться. А к блуднице ничего не понимает. Общая семья, дети, все по боку. Вот эта страсть. Вот так люби Слово Божие, чтобы все забыть. Ну, а следующий вопрос. Вот, бываешь, готовишь проповедь всю неделю, чтобы выступить открыто проповедью о Христе. Например, возле магазина или там в автобусе или где-то в другом месте. Вот. И думаешь, может, это мое тщеславие. А вдруг что-нибудь не вспомню и уста закроется. Одним словом, какие-то сомнения. Что это, малодушие или маловерие, или что другое? Вот такой вот у меня вопрос. Я думаю, малоопытность здесь. И тут и играет, конечно, малодушие. Но хорошо, что об этом думаешь. Маленько опять голову поднимай, уже скатился вниз. Вот. Люди, если наглый, он не знает, он, говорится, прет на рожон. Трудно тебе идти против рожна. Таким говорится. Опыт. Понимаешь, это уже его нельзя ничем заменить. Опыт ничем не заменяется. Вот бывает необстрелянный солдат. Он в панике там упал. Там показывает, как щипает в первой битве был. Василий Иванович. А потом привык и героем стал. Так и это. Начал говорить, ну ты, это же тема огромная. Ну, упусти что-то. А бывает и не заметят люди даже, что ты там споткнулся. Но опять же это все в одном. К этому я отношу. Это главное, конечно, молитва. Молитва и святой образ жизни. Свято жить надо. И тогда тебе не стыдно вопиять Господу, просить. Я бы на это сказал, иногда говорят, у вас есть такая молитва, которой вы боялись бы молиться. У меня вопрос не возникал. Я открыто говорю перед Богом. Я думаю так, вот мне надо это. Но Господи, а как тебе это угодно? Если впереди там будет ухудшение ситуации, лучше не давай тогда. Хотя внутри все время имею, чтобы это желание было. Ну, а было ли так? Было у меня один раз такое. Я когда был в Венспилсе, прошло три месяца с половиной, как я обратился, покаялся. И не подготовился, на кафедру встал. И когда говорил в это время, у меня выпала какая-то фраза. Я очень сильно испугался. Я все-таки закончил проповедь. А до себя я излег урок. И больше никогда не было. Это вот есть такой рассказ, или как сказать, даже не знаю, как назвать это, не новелла. У Льва Толстого такое есть, Хаджи Мурат. Это целая книга. И он когда о себе рассказывает, когда он испугался и побежал, в окно выскочил. А кажется, князь Воронцов говорит, я не думал, что ты боишься. Он говорит, это было в последний раз. Больше я не боялся. И не надо бояться об этом сказать. Я об этом сказал. А какую фразу я забыл, я не помню. В это время я у них, так как я любил поэзию, я много стихотворений из разных... Ну, там у адвентистов Шарипанова такая говорила стихи. Сейчас не знаю, как ее звать даже. Ну, и стихи прекрасные бывали. Там Березов, Вера Кушнир. Вот. Березов ли его правильно. Вот. У Водневского. И большие стихи, большие прямо. И они мне так легко давались. И, конечно, всем это нравилось. Я даже приехал в Барнаул у баптистов, когда посещали их. Мы... Ну, меня уже знали, что стихи хорошие. И пресс-фитер давал возможность сказать. Это самому полезно тебе. Ты интересен будешь для детей. Много. Ну, вот мне легко было. Почему? Потому что я люблю птиц, орнитология, природа. Вот географическое общество. И все это считаешь. Ну, и обязательно надо рассказывать. А рассказываешь, это ты. Повторяешь как бы. Бывают очень интересные анекдоты. Ну, нашел еще. Ну, анекдоты, анекдоты, разница. Вот я рассказываю, которые сегодня показал батюшке. Они как из жизни взятые, их только называют анекдотами. Вот. О послушании. Там про еврейского мальчика. И проще. Вот интересно, когда раввин со священником, там утерянную вещь он искал. Забыл, говорит, где. Во-первых, это интересно. Легко рассказывается. А притча в уста глупого, это как по песку идти. Соломон об этом говорит. Тут ты же ничего не сделаешь. Каждый раз каяться надо. У меня просто был подобный случай. Вот вы сейчас рассказали о том, что у вас предложение одно ушло, и вы забыли. Да. У меня было тоже, я когда жил на Урале, и с братьями мы пошли, священники, организовали в честь праздника, как у нас в православии, вера, надежда, любовь есть. Мы пошли там, всех приглашали, даже не верующих, они, три священника. Мы пришли, а я перед этим прочитал стихотворение из вашего 15-го тома «Открытым окон». Молитва матери, она называется. Там, друзья, заранее прошу прощения. Быть может, не время это вспоминать. А я вдруг вспомнил деревню мать и отца. Ну вот, перечисление вот такое. Она очень длинная такое. И этот священник, отец Андрей, в котором мы в храм ходили с братом Андреем Смельнягином, он говорит, ты на этом празднике прочитай это стихотворение. Но я решил его прочитать. Взял открытым окон ваш 15-й том и пошел. Но перед этим решил сказать слово. А не подготовился. И когда я вышел, читая стихотворение, думаю, сейчас скажу слово. Только уста открыл, и у меня сразу раз, замкнулись все. Просто из памяти все ушло, все, что я хотел сказать. И бил лист. Вот ладно, у меня было стихотворение, а я начал читать. Но потом, конечно, мне стыдно было. Володя Пищиков, смотрю, голову склонил низко. Эх, брат, вроде как подвел ты меня. Но вот такой случай у меня тоже был единственный, что не подготовился. И вот так получилось у меня. Ну вот у нас нынче на Пасху там Нестор начал говорить, сбился опять. То есть это или памяти у него нету, или уже грех как-то что-то путает. Надо причину, конечно, искать. Заниматься надо. А другая она считает, вот девочка, и тоже прочитала, и ничего нет. А вот это, она, когда стихотворение там Бородино, она считает, это вообще удивительно. Она говорит, видно, что не считает, и на память, и с выражением. Это Божья память. Я как-то рассказал об отце моем, Песков был. Ну, он писал про природу, Василий Песков, Василий Михайлович, кажется. И он говорит, будет передача еще, я воспользуюсь вашим материалом. Что у меня отец пас овечек, коров. Овечки там, корова-то еще бывает, там рог какой-то у ней лепит. Ну, овечки все черные. И отец их знал, все там, 1200 овечек, 1000 полторы. Какая, когда погулялась, то есть покрыта бараном, то есть осеменилась, а сколько она ходит, и когда объягнется, он абсолютно все на память знал. Я пас, и у меня столько же овечек, и я знал, я мог в течение двух минут найти любую овцу, какому принадлежит, из разных деревень, пометки. Только у меня записанный каталог был. Я его придумал, как искать. Ну, свой компьютер маленький. А он-то ничего этого не знал. Он чисто на памяти. Ну, что-то другое, может, не знал. Ну, вот у меня еще один, следующий вопрос. Бывает такое, что возьмешь за какое-то либо дело, а до конца не доведешь. Как с этим бороться? Даже вот, например, в простом вести дневник. Не каждый день, как-то вот, видимо, по линии, что ли, или как, я не знаю. По линии, наверное. А что именно? Ну, например, дневник не каждый день записываю. Ну, я не знаю это просто, потому что я записываю. Вот он у меня дневник. Я вам могу показать. Ну, это один дневник, один. Вот он у меня какой. Видите, как я ему делал. Я сам переплетчик. Тетради в клетку, и я переплетаю. Ну, тут, наверное, страниц 300, это, 500 страниц. Вот она маленькая, как лист перегнуть вдвое. И вот я его сделал. Ну, и дальше вот у меня идет запись. Вот, если видно будет или не видно, не знаю, может, увидишь еще. Вот оно как. Я записываю каждый день. У меня пропуска ни одного нету. Ну, сколько, я не знаю. Ну, по крайней мере, 40 с лишним лет. По крайней мере, так. Не считая то, что КГБ уничтожило. Я даже был в тюрьме, в тюрьме, в лагере, я всегда записывал. В больнице или лежу, я всегда записываю. Я по этому вопросу сам по себе не понимаю. Если ты решил, а почему? Как это так? А я забыл или что-то. Бывает так, забыл обещание какое-то. Никак. Этого не может быть. Просто не может быть. Себя на этом надо настроить и никакой пощады себе не давать. Обязательно придумать наказание себе за это. Какое-то. Может, для кого-то рукой переписать, как можно больше. Я очень внимательно жил в этих вопросах. И я поставил себе задачу. Вот за зиму вот нашел там, который мне заново нужно было полностью Белинского, там Герцена. Это даже не христианский, но мне это нужно. Виктор Гюго я как-то посчитал, где-то 24 тысячи страниц законспектировал. Это вообразить даже невозможно. Как Виктор Гюго говорит, не пойму, говорит, почему паралик, паралич не хватил мою правую руку. Как только с работы пришел, в комнату, которая не отапливается. Вот так вот на стол, в стул, а на нем панера большая решина так лежит. Я на ней стоя, считаю и конспектирую. Представь, 12 томов Златоуста вручную взялся, но я их не все законспектировал. Там уже пошло другое. Что бы где ни узнал, я обязательно запишу. Полностью Расула Гамзатова законспектировал томики. Пересчитал заново Горького. Мне-то уже 26 лет было. А тебе это требуется? Все потребовалось? Лишнего ничего не было. Никогда. Думал, да я Драйзера, мне прямо необходимо это было. Ну, потому что я проповедник, должен многое знать. Я уж не говорю о чем-то, о политике, политике и прочее. У меня архив сейчас 13,5 метров, так пачка только лежит, и 750 килограмм. Я переплетчик, я переплетал в общей сложности более 2000 томов. Если взять, которые такие, ремонтировал, то около 3000 томов вручную. Кто переплетчик, знает, что это за цифры. А переплетая книгу, я стараюсь много еще выписывать, замещать. Поэтому, ну, просто ты возьми для себя, я вставать буду всегда в одно время. И весь сказ. Просто вот, после пасхальной мы приходим уже 3,4 час, но тут уже другой распорядок. А так нет, никакой пощады. В больнице ли ты где будешь, в тюрьме. Я наоборот, в тюрьме был, усилил это. Тут вставал я всегда в 4,40, а там 4. 40 минут отбросил. Взял правило, никогда не ложиться. Я никогда не ложился. Вот меня за всю жизнь жена даже не видала лежащим. Это вот правило. Я когда себе палец колуном перерубил, еще на Урале лежат дрова колом. И тоже больницу меня положили на 10 дней. Говорит, положено так, ничего, хотя могли бы отпустить. Я точно так же в вашей книге читал открытым уроком и вспомнил этот случай, что вы сказали никогда не ложиться. Я старался в течение дня, ну чего палец сломаный, это ж не голова как будто сломаный. Да, конечно. Ну и ходил так же. Вот у меня следующий вопрос. В том году, в 2014 году я оставался за начальником лагеря, в детском православном лагере. Вы уезжали как раз в поездку, там по Европе, везде. Вот. И я занимался с детьми по слову Божьему. Вот. У меня одна из тем была, это 10 заповедей Моисеевых по исходу 20-й главы. Мы по исходу 20-й главы разбирали. Я хотел кое-что зачитать и посоветоваться с вами, что правильно ли я излагаю тему и надо ли так её широко раскрывать. Вот сейчас вот я. Исход 20-й главы, второй стих. Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов при лицом моим. Это первая заповедь. Вот я как её раскрываю. Чтоб мы не поклонялись другим богам, мы должны узнать истинного Бога. Как ему имя? Повыше голову. Назад маленько, повыше голову, а то скрылось прямо лицо. Вот так. Ближе не надо. Мы должны узнать, как ему имя, какие его свойства. Вот такие примерно вопросы. И ещё там я это. Что включает в себя первую заповедь? Вот я для себя стих Писания это выбрал. Сейчас я прочитаю. Это Матфея, где она у меня? Матфея, так, 10 глава, где-то у меня, вот, Матфея 10 глава, 37 стих. Там написано, «И возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всей душой Твоей, всем разумением Твоим и всей крепостью Твоей». Можно это включить в первую заповедь? Есть оттуда. Есть оттуда, да? То есть, правильно. То есть, всем умом, тогда всем сердцем, тогда другое, это уже места-то нет, оно занято сердце, а другое тебе не будет. Видишь, что я когда считаю разные методы преподавания, библейские, там у сектантов, баптистов, там «Новая жизнь» посмотрел, я везде нахожу хорошее. Но! Я держу в памяти такое. Нас не учили совсем. У нас этого не было. Слово «Библия», «Евангелие» мы даже не слыхали. Ну, а как же мы все к Богу-то пришли в семье? Что мать дала страх Божий. Отвращение от этого мира греховного рассказало о грехах и о муке вечной. И вот это привело к тому, что у нас есть. Их брат стал священником, верующие, сестры все. То есть указать места Писания именно о страхе Господнем, да? Да, все покрыть этим. Тогда она на этом и ставит. Ты будешь поклоняться чужому Богу, да будет предан смерти. И там везде об этом кончается. Нарушает субботу и показать, человек был побит. Злосующий отца и мать смертью умрет. То есть, ну там все прямо дальше. Всех заповеди смертельные, опасные, если ты их не исполняешь. У нас родители этого не знали, оно не нам заложили. Отец говорил, он не знал ничего, но, говорит, хочешь пить, сынок, пей. Он сам пил. Хочешь курить, кури. Он сам курил иногда. Но не воруй, в карты не играю. Узнаю башку от шибу. А он был, отец у нас с фронта, без руки, там контуженный. Очень, очень сильный был. И мы знали, что это не угроза. Хотя он ребятишек не бил, ничего, но мы знали это. Когда он где-то в деревне с кем-то дрался, два раза удар не повторял. Один раз ударил достаточно. И мы знали, что этого нельзя. 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 И все это вмонтировано у нас было. Не воровать, не играть в карты. Он две заповеди дал нам. Вот я еще в эту тему, в первую заповедь именно, заключил еще имя Бога. Это исход 3 глава, 14 стих, когда Господь открывается Моисею с именем Егова, Сущий. Потом в эту же я в тему включил свойства Бога. То есть, какой Бог бывает страшный, там, милостивый, долготерпеливый и учение о Святой Троице. Правильно, еще больше надо. Но ребенок должен, я сейчас не могу это выразить как-то. И опять же, все отношу от своего опыта, который у меня опыт был-то. Молитва должна быть. И ожидание Бога ежедневно. И обязательно указать на горе через тех. Вспоминайте, говорится, жену Лотова, Господь говорит, зачем она вернулась назад. Вспоминайте. Вот 10 глава, 1 послание Коринфян, 6-11 стихи. Это были образы для нас. То есть, худые образы, они больше действуют, чем добрые образы. А то, говорит, надо показать пример своей жизнью. Нет, этим не прошибешь. Надо показать другое, более. Это надо показать, но не на первом месте. Златоуст говорит, угроза наказания более содействует спасению, более, нежели обещание будущих благ. Ибо многие презрели бы благо, если были бы свободны от наказания. вот так. Аминь. А сейчас у меня по стихам Писания вопросы. Давай. Это притчи, я буду зачитывать, у меня Библия открыта. Притчи, 30 глава, 17 стих. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлинные. Как это понимать? Он понимает картину Верещагина, когда смотришь и показан апопеоз войны, грудочерепов и воронье летает. Вороны, они нападали, идут. И они, в первую очередь, стараются выклювать глаза у мертвого. Глаза. И они это знали и говорили. То есть, ты будешь убит и тебе погребения не будет, ты будешь валяться, как труп. И вороны у тебя выклюют и все. Глаза. Это буквально. Буквально. Вот если лошадь, пала, корова, воронье налетает и выклевывают в первую очередь мягкие глаза. Группа дятлов погибла, там все с глазами связано как-то выедено. Не только потому, что любят так, а видимо, это от Бога. И эта угроза была закреплена в притчах. А вот исход 20-й глава там говорится о 5-й заповеди «Почитай отца твою и мать твою». Там не написано «И продлятся дни твои». То есть, от обратного произойдет, что не сократятся. Это обещание, а тут наказание, пренебрегающее отцом и матерью. Ну, а что больше действует? То и другое содействует. Потому что есть три причины быть нравственным, говорит Иоанн Платоус. Угроза будущих мух, если не исполняешь. Обещание будущих благ и содействующая благодать Божия. Как вид благодати объясняет Феофан Затворник Говоров. Прямо об этом говорит. Это призывающие, обращающие и освящающие. Так, следующее. Экклесиаст, пятая глава, пятый стих. «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори пред ангелом Божиим эта ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогнился на слово твое и разрушил дело рук твоих? Я не пойму, что непонятно. Мне кажется, все понятно. Вводить в грех плоть твою. В чем тут именно? Ну, грех, что ты сказал и не выполняешь. Бывает обед, где-то попал в Афганистане, там, в трудных обстоятельствах пообещал не есть мясо и не жениться. Ко мне такие подходили. А теперь беда-то отхлынула и что делать? Я что могу сказать? Могу сказать, только надо выполнить. А не можешь идти к священнику и к епископу. Я что тебя разрешать буду? Не надо давать. Вот у меня приходит кто? У меня правило. Если ты у меня задержался здесь до темноты, я приложу все силы, чтобы тебя не выпустить. Чтобы ты ночевал здесь или через стенку. Но заранее, пока солнце было высоко, я предупредил, чтобы ты ушел домой. Кто со мной живет, чтобы ты пришел домой, пока солнце не коснулось горизонту. Много опасностей. Он не понимает. Ну, не понимает, значит, я включаю свой счетчик. Больше ко мне не приходить. Запрещаю. И выдаю ему свидетельство на бумаге. Я жил около железной дороги. И туда и обратно красный топор, товарные поезда останавливались и дорогу перегорождали. Я всем выдавал свидетельство, что ты можешь обойти вокруг с той или с другой стороны. Можешь. Можешь встать и стоять столбом, ждать, когда поезд уйдет. Или найти, где-то переходная площадка между вагонами. Но под вагоны не лазить. Я там жил, когда я не знаю сколько, но не меньше десяти человек было зарезано. Вот и все. Я видел. Однажды взятое слово крепко его держи. Крепко. Никогда не изменяй. Не обещай. Ой, я пообещал, мне надо домой. Никогда не обещай. И вернусь, когда Господь усмотрит. Я постараюсь, но как будет. Не связывай себя ничем. Вот сейчас у меня все складываются снова. И батюшка говорил, что нынче уже я никак не хотел ехать. Ехать там книги остались, контейнер-то в Калужской области. Ну и батюшка, правильно он понимает и говорит, ну кто бы ни приехал, ну ты автор, автор, тебя по-другому принимают. А нам надо пройти весь север. Ну вот складывается так, что нет шофера, машина еще не отремонтирована, а книги-то лежат. За год никого не нашли. Мне казалось, я дам объявление, и найдутся люди, которые возьмутся и ничего подобного. Никого и нет. Вот следующий вопрос. Экклесиаст, 10 глава, 8 стих. Кто упадет в яму, тот упадет в нее. И кто разрушает ограду, того ужалит змей. Вот кроме того, что прямо, какой-то смысл еще вкладывал в этот стих Писания? Какой-нибудь духовный, я имею в виду. Ну дальше, что посеешь, что и пожнешь. Ну и считай, что упадет в яму, если копает для другого. Это понятно. И дальше что? И кто разрушает ограду, того ужали змей. Вот это вот непонятно. Аграда. Аграда, это не наша ограда, которая, а дувал из камней, обмазанная. Ну и там, где видно, что на стене ничего нет. А ограду, кто разрушает, это заповеди какие-то. Конкретно. Заповеди, это определенное участок, который закрытый. А ты его разрушаешь, то есть не соблюдаешь, нарушаешь. Ну туда проникает уже грех и змей. Ну грех, то есть это нарушение. Ага, понял. Вот так. Поэтому надо строго следить, чтобы эта стена была целая. Потому что, говорит, ограда разрушена, ловите нам лисицы, лисеняты, либо они портят виноградник. Я считаю, как вот штахетина, одна кола одной, ну выломи, и уже такое пространство. Ну а грех-то туда мелкие грехи лисенята, ну и крупные-то лиса. Экклесиаз 11 глава, второй стих. Давай, я прочитаю из первого стиха, чтобы понятно более было. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Вот второй стих. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Ну тут тоже все понятно. То есть о милостыне идет, да, Ильич? Ну о милостыне, о милости, о квартире твоей, об имении твоем, добрый совет, все включается, все, что другому может как-то помочь и облегчить состояние. А что означает хлеб? То есть все, что ты можешь дать, то, что поддерживает его душу и тело. По прошествии многих дней, то есть, когда наступит суд Божий, и они, говорят, примут вас в обители небесные. Вот. Заботься о них. Это уже в новозаветной притче об этом говорится. Семь – это полнота. То есть тебе сказано было так. Вот. Полнота – это такая. А ты давай и восьми, как сверху этого, по новой по кругу. Вот. Особенно о десятине. Когда говорю, я никак не могу ухватить. Я говорю, почему вы против десятины? Она не просто десятина, она святая десятина. Она устраняет торговлю. Устанавливает правильные отношения, заботу твою о священстве. Никак не это. Мне это разъяснять не надо. Я просто боюсь Бога и вопросов нет. Сирахова, 32 глава, 24 стих. Во всяком деле верь в душе твоей, и это есть соблюдение заповедей. Ну, это надо с большим разъяснением. Верь в душе твоей, когда ты молишься, и Бог кладет, говорит, на сердце тебе мысли. Это соблюдение заповедей. Совесть. Первичнее Евангелие. Когда Евангелие не было написано, человек действовал по совести, который его судит или оправдывает. Об этом апостол Павел пишет в послании к римлянам. И поэтому доверяйся этому. Если ты по заповням Божьим живешь, а ты как хотел бы, не знаю, вот меня спрашивают, я не молился еще об этом. Я помолюсь и послушаю, что скажет Бог. Он скажет мне, мир в душе моей. Вот и все. Вот следующие вопросы. У меня как бы два разных, но в одном вопросе, в принципе. Вот мы проводим занятия, по слову Божьего, у Игоря Добунова на дому. Вот. Что нам не хватает, чтобы занятия были более полезны как для наших душ, так и для других, кто смотрит наши занятия? Может, какие-то недостатки у нас там? Не знаю. Это надо узнать людей, поговорить с людьми, какие были. Мне уже раза два или три говорили люди, которые последние годы ходили на мои занятия в университетах. А вот раньше вы как-то вроде не так говорили. Не спорю, может быть, не так. Ну, то есть, я говорил так, но, дескать, у вас как-то тогда было больше снисходительности, а у вас как-то сейчас слишком жестко так. Это опыт показал, что снисходительность моя тата, а она не принесла плода. Я стал делать по-другому, увидел приобретение. Тогда было четыре человека пришло, а тут сорок. Это большая разница. В десять раз. И ничего я не мог менять. У меня конспекты, те же самые, блаженный феофилакт. Я никогда сам не толковал. А зачем мне толковать? Это хозяйки, которых не имеешь, но я насчитывал Феодорита Кирского. У меня пленки есть. Это, конечно, работа большая. И аналогичный вопрос по благовестию, по улице, когда мы ходим. Что-то может нам подправлять у себя? Нет? Подправлять есть. Вот когда я посмотрел, некоторые из вас идут просто так, идет человек и мимо ему сует там. Надо поговорить и остановить. Я обычно спрашиваю даже визит куда-то, у вас интернет есть, заговорить с человеком. А тут налево, направо, налево, направо. А количество посетителей-то у нас не увеличивается. Это легко определить на форуме. Там счет идет. И 220 в день. 240, 260, 210. То есть 220 в среднем так и колеблется. Почему? Если столько раздаем, столько трудимся, должно быть, как, ну не знаю, я не могу объяснить это. Прибыли никакой нет. 220 человек в день посещают, людей, у которых что-то подобное есть, говорят, так это много. Да не много это. Ну 220 это стабильно зато стоит. И люди молчат. 220 человек, и практически никаких выступлений нет. Я тоже этому удивлен, что столько визиток раздато, а никто не звонит. Надо поговорить. Я всегда, где был человек, у вас есть интернет, вы входите в него, немножко сказать, а что смотрите, а дальше начинаю говорить. А вот у меня здесь есть наш сайт, начитанная Библия, удобно ее скачать. И дорогу, дай-ка мне. Я знаю, он уже не бросит ее. Он обязательно зайдет и скачает. Или дома, допустим, ты пошел, а у меня насчитано 12 томов Иоанна Златоуса, 12 томов Жития Святых, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория Дещенко. Ну и так и дальше, 50 томов я насчитал своим голосом. И на нашем сайте. Я человеку говорю, ты уходишь так, к жене-то скачай, она включила там, щебарничает, она может там полную мощность включить, и стиральная машина не заглушит. То есть я вхожу с ним в общение. А так налево, направо, вот идут, вот я сколько раз у вас видел-то. Бесплатно Евангелие? Кому Евангелие? Уже говорили не один раз, так не делается. Нужно хотя немного сказать, есть у вас Евангелие дома, или нет, хотя бы спросить. Хотя бы немножко, а дальше лучше. Вот Нина Жел, наверное, гляжу в прошлый раз, она лучше вас всех работала. Ну ты-то там снимаешь, с тебя меньше спрос. Ну, это опять же опыт. Вот как, по-раннейшему, я-то, видишь, давно не езжу в поезде, а раньше, когда бы я не ехал, только в общем, и по нашему вагону не могут пройти никто. Весь забитый вагон, просят громче говори. Начинается с крестного знамения. Я считаю, скажу вам, слух посчитать, у меня хорошие стихи, я стихами брал. Люди слушают, начинают задавать вопросы, а другой уже с другого, купе уже забито, второе, третье, проводник идет, не может пройти. Ну дайте пройти, не протиснуться никак. Верхние этажи, плацкарты, все занято. Ну, если ты это любишь, у тебя самому приятно будет вспомнить. И люди будут находить, и будут радоваться, что встретились с тобой, будут просить адрес, тогда не было интернет, а сейчас ему интернет дал, он вышел на нас, и вот приходят новые люди у нас, и откуда они все? Только через интернет. Узнали, он пришел первым делом, новый человек решил купить книгу, теперь вижу, я там все нашел, а мы никого не зовем. Это смертельный у нас пункт есть, что у нас запрещено звать к себе. Это невозможно. У нас все человек расположен. Расположен, желает, тогда мы примем. Вот. Даже иногда, видишь, что он со всеми, я говорю, ты попросись, тогда мы вам разрешим. Я как бы подталкиваю к этому. Попросись. Последний у меня вопрос. Какие недостатки во мне видите? Ну, видишь, как и недостатки-то. Я не знаю тут, как сказать. Мы вот живем с тобой сколько уже вместе, и у нас ни зимой, ни летом, ни одной зацепочки нигде нет. А это питание, обогрев, стирать, мыться, приглашать газет. Ты куда-то ходишь за больными, там ухаживаешь еще. И у нас ни разу нигде не засыпились. Это, ну, мы здесь друг друга, говорится, как-то то ли щадимы, или у нас как-то все это естественно. Я другой раз женскому полу показываю. Мы с Володей, вот смотри, живем, это день и ночь. День и ночь. И смотри, что делаем, все управляемся, и где надо. В прошлый раз мы пилили тут колоть, пойти куда. И у нас ни разу нигде не было. Большую роль играет то, что ты беспрекословно выполняешь. Недостатки какие там где-то. Ну, где-то там замещая, так стоит ли о них говорить. Я вот еще вспомнил, один случай, может вспомните, мы были возле лагеря, и палатку натянули, и вы фотографировали у нас. Я еще коров дно. Помните? Мы еще раскинули так палатку, она по воздуху. Я помню, большая-то. Да, и я когда мы эту фотографию смотрели, прорезиновая. Да, мы когда фотографию с вами эту смотрели, говорю, а я-то в тот момент, говорю, разгневался на вас, раздражился, что вы меня отвлекаете от письбы. Помните? Вот такие моменты у меня в жизни бывают, просто я их не показываю. Я просто молитву эту глушу, просто и все. Ты сам заговорил, я тебе про это хотел сейчас сказать. Бывает, когда ты два-три замещания что-то подряд сделаешь, гляжу, начинаешь сама оправдывать, все, я скорее пящусь назад. Мы друг друга, наверное, щадим, так сказать. Вот. А ты пасешь коров, да никуда они не денутся. Палатку нужно свернуть, а палатка большая, она на 20 метров. Это мне специально резинотехнический завод делал, покрытие больших палаток. Нужно собрать, пока она сухая. Мы ее просушили, а ты идешь в это время, большой ветер, быстро сушат, подойди свернуть-то. Мешает коров пасти. Это не придумаешь даже. Коров мешает пасти. Мешает тебе борщ варить. Там плиты на плиту затечет. Тут понятно, а то мешает. Да коров завернул в одну сторону, пока они куда уйдут, ты уже палатку-то свернул, тут я тебе больше, чем там на 10 минут и не задержу. Кого я сворачиваю-то? В том-то и дело, что когда уже все это пройдет, время пройдет, и у тебя на душе Господь такой рад. Думаешь, что я вообще, к чему, вот говорится, и гневался, и вообще о чем думал. Ну, такие вот моменты, да. Было бы еще, но надо. Надо, надо, надо. Без этого нельзя. Палатку одному нельзя свернуть. Она слишком огромная, тяжелая. И попадала Люба Томинаева, она подскочила, давай скорее, ветер поднимает нас. Это огромный парус. Если бы мы другой конец захватили, надо бы просто подняло. Ну, представь, 20 метров, чуть ли не на 20. Это же огромные, огромные палатки. Они водонепроницаемые абсолютно. Из них лодки делают плавательно. И надо собрать. Но не только это бывает. Ну, у нас, видишь, как-то щадящий режим из-за того, что мы хозяева. Мы сами властны. Делать, не делать. Отложить, не отложить. Господь так сделал. Я тебя считаю, как сына, и все тебе подписал. Совершенно не то, что не чужой, а моя, как будто моя плоть. Мне говорили, вот как, под старость будет. Христос сказал, вас сто крат больше будете иметь сыновей, дочерей и домов. Я это понимал с первого дня. Вот сегодня мне одна сестра звонит, сын буйствует. Мать там лезет, бьет он. А я его знаю, еще он у меня в лагере был. Здоровый, крепкий, бугай. И он ничего не знает. И как сумасшедший сделался. Еще могу сказать, переходи за стенку сюда, свободную, у жены моей живи. Или там еще кому-то. Она говорит, я к больной поеду. Ну, поезжай. Не будь дома. Он может убить просто тебя. Он бешеный, одержимый демоном. Я его очень хорошо знаю. А больше еще могу сказать. Мне нравится Златоуста. Вот я слушал одно время летом Златоуста, Яна Златоуста. И мне нравится, что он все время какую-то тему разбирает. И всегда смотрит именно в вечность. Как это будет на суде Божьем? Всегда. Только это. Любой вопрос решать с позиции вечности. Что я в этом вопросе ищу временного или вечного? Земного или небесного? Просто приучить себя к этому надо. А мне это надо? Когда другому. А это я что, потерплю от этого? Да ничего нет. Вот я сегодня выхожу на улицу, надо Злу вытащить. А там посторонние люди прямо рядом. Бывает, выпивают, сидят на улице. Я иду, я сам предполагаю, что он сейчас подойдет, будет ко мне приставать. А может подойдет и ударит. Ну, перекрестился, пошел. Пошел, вывалил. Их смиряет еще то, что они ходят с собаками, а собак, видно, плохо кормят. А мне одна привозят с мясокомбината или откуда, хорошая, ну, прямо мясная там. Я изрублю на мелкие куски, выхожу и каждый день досыто кормлю всех собак на улице. Ну, и, видимо, это тоже какую-то роль играет. Потому что любишь меня, говорит, люби мою собаку. Поговорка даже. Ну, все, Игнатьич Игорьевич, у меня все вопросы исчерпаны. Ну, спаси, Христос, поблагодари Надежду Васильевну. Давай, приходи. Тут ты, если напрямую, ты от меня находишься на расстоянии не больше как 4 метра. Ну, 5, может быть. С Богом. Ну, с Богом. Давай. Отключись как-то.